МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА После осмотра техники и оборудования началась активная фаза учений, демонстрация практических навыков и отработка механизмов взаимодействия служб друг с другом. Чрезвычайной ситуацией готовым нужно быть ко всему. Спасательные операции на дороге, в лесной или горной местности, работа на воде. Все это нужно отработать и довести до автоматизма, чтобы в случае реальной угрозы жизни людей среагировать как можно быстрее. В рамках масштабных учений задействовался весь спектр работ, с которым могут столкнуться спасатели, сотрудники МЧС и другие ведомства, работающие в условиях чрезвычайной ситуации. Не обошлось и без учебной эвакуации. Жители поселка оповестили о начале эвакуационных мероприятий, после чего организовали специальный транспорт. Для обычных граждан спасение людей – это всегда героизм, однако для некоторых это работа, с которой они сталкиваются почти каждый день. И, конечно, в такой работе ошибки просто недопустимы. Подобные учения помогают предугадать возможные недочеты и исправить их. Делегация Северского района приняла участие в Зональном совещании органов территориального общественного самоуправления 15 апреля в станице Полтавской. Представители ТОС из нескольких районов Краснодарского края подвели итоги своей работы. В рамках совещания состоялась церемония награждения победителей и призеров краевого конкурса «Лучший орган ТОС» в 2018 году. На сцену поднялись все, кто вносит вклад в развитие своих поселений. В Северском районе первое место среди органов ТОС заняла председатель квартального комитета поселка Октябрьского Зинаида Подорожняк. Второе место досталось руководителю ТОС номер 9 Смоленского сельского поселения – Григорию Дубоделову. Третье – руководителю ТОС «Хуторок» львовского сельского поселения Наталье Горб. Всем победителям вручили заслуженные награды, дипломы и благодарственные письма от краевого руководства, а главное – денежные премии на благоустройство своих территорий. На это мероприятие не закончилось. Всех гостей праздника ожидала красочная концертная программа. Сцена Полтавского культурного центра наполнилась веселыми песнями и танцами. Заслуги работников территориального общественного самоуправления трудно переоценить. Развитие поселения и санитарное состояние на улицах зависит в первую очередь от местных инициатив. В актовом зале районной администрации состоялась юбилейная 50-я сессия Совета муниципального образования «Северский район». Приятным моментом на заседании стало поздравление с юбилейным днем рождения Ольги Фроловой, депутата районного совета. В рамках сессии рассмотрен ряд вопросов, касающихся практики местного самоуправления. Депутатский корпус внес дополнительные изменения в бюджет, проанализировал эффективность муниципальных программ. Депутаты согласовали передачу имущества из муниципальной собственности в государственную. Внесли изменения в ранее принятые решения Совета муниципального образования «Северский район». 2019 год – юбилейный для Северского муниципалитета. В завершение мероприятия глава района Адам Джерим обратился к народным избранникам с просьбой о содействии при подготовке и проведении мероприятий, приуроченных к юбилею района. В юбилейный год мы перед собой поставили такие амбициозные задачи, чтобы все до октября месяца исполнить, сделать так, чтобы люди видели, какие перемены разительные произошли именно в этом году. Я хотел бы, чтобы к этим вопросам и депутаты района подключились, каждый по своему поселению, помогали, поддерживали. Продолжение следует... Предпринимателям рассказали о мерах государственной поддержки, возможности их получения, а также какие существуют риски при использовании этих госпрограмм. Начальник управления по развитию малого бизнеса и потребительской сферы Ольга Журавель рассказала о необходимости соблюдения нормативов по рекламно-информационным конструкциям, а также о благоустройстве территорий, прилегающих к предприятиям. Автомобиль – это не роскошь, а средство передвижения, хотя сейчас и это утверждение подвергается сомнению. Ценители низких басов и быстрой езды собрались на парковке торгового центра «Гагарин» в станице Северской, чтобы проверить, кто же все-таки самый громкий и эффектный. Соревнования по автозвуку и выставке тюнингованных авто проходят сейчас во многих городах. Наш район не остался в стороне кастомизации, и тюнинг авто – дело затратное и требующее большого багажа знаний и фантазии. Но такие авторские экземпляры всегда привлекают внимание. Так и в этот раз вокруг автомобилей собралась целая компания. Молодежь и подростки с интересом рассматривали салоны автомобилей и аудиооборудование, снимали на видео и фотографировались. Конечно, для самих владельцев таких машин подобные встречи – это не только шанс покрасоваться перед прохожими. Для многих это возможность обменяться опытом и пообщаться с единомышленниками. ООО «Газпром Межрегион ГАЗ» сообщает. Уважаемые потребители газа, в связи с техническим сбоем при выгрузке квитанций в апреле 2019 года абоненты, потребляющие газ по нормативам без прибора учета газа, получат квитанции, в которых отсутствует сумма к оплате по нормативу. Достоверные данные по начислениям предоставлены обществом всем платежным агентам, принимающим оплату за газ. Внимание! Вы можете произвести оплату любым удобным способом на почте, в банке, а также в кассах наших участков по месту жительства, исправив квитанцию собственноручно на сумму начислений за предыдущий месяц. По всем вопросам просьба обращаться на участки поставщика газа по месту жительства. Контактные сведения и электронную почту участков вы можете найти на нашем сайте mrgkrasnodar.rf в разделе «Контакты». Приносим свои извинения за доставленные неудобства. Россия переходит на цифровое телевидение. Боитесь, что в один момент окажетесь перед черным экраном? Этого не произойдет, если вы правильно настроите технику. Присмотритесь к логотипу федеральных каналов. Если видите рядом букву «А», то вы смотрите аналоговый сигнал. Как проверить, поддерживает ли ваш телевизор цифру? Еще не выкинули инструкцию к своему телевизору? Ищите в ней указания о наличии встроенного тюнера стандарта DVB-T2. Кроме того, телевизор должен поддерживать формат MPEG-4. Нашли? Тогда вам ничего не надо делать, просто включить поиск каналов. Если вы покупали телевизор после 2012 года, скорее всего, он поддерживает нужный стандарт. Если же телевизор старый и тюнера в нем нет, то нужно докупить специальную приставку. В продаже их множество, от самых простых и недорогих, до более продвинутых, с дополнительными функциями. Например, возможно, запись любимых программ и даже установка караоке. Главное – посмотреть, какой вход есть у вашего телевизора. Старый RCA, так называемый тюльпан, или более новый HDMI. На приставке должен быть соответствующий разъем для подключения. Чтобы подключить и настроить приставку, внимательно изучите инструкцию. Не забудьте про антенну. Ее придется поменять, если она была куплена до 90-х годов. В случае плохого приема сигнала к ней может понадобиться усилитель. Теперь все каналы в самом высоком качестве и никаких помех. В станице Азовска состоится фестиваль воздухоплавания «Небесная ривьера». Зрелищный парад воздушных шаров, приуроченный 95-летию Северского района, будет проходить с 17 по 19 мая. В течение трех дней фестиваля посетители смогут не только увидеть полеты тепловых аэростатов, но и демонстрации моделей малой авиации, зажигательного выступления творческих коллективов и звезд российской эстрады, ночного шоу светящихся воздушных шаров под музыкальное сопровождение и многое другое. Кроме того, для гостей праздника будут организованы конные прогулки и туристические поездки на джипах. Самых маленьких посетителей ждет детский городок с красочными батутами и аттракционами. Аквагримы, мыльные пузыри, масса сладких угощений. А также шоу ростовых кукол и развлекательная программа от аниматоров, мастер-классы по авиамоделированию и робототехнике. С более подробной программой фестиваля можно ознакомиться на официальном сайте мероприятия. Эти 16 медных статуй святых когда-то украшали шпиль собора Парижской Богоматери. Они чудом избежали пожара, который случился 15 апреля и уничтожил большую часть кровли и сам шпиль. За несколько дней до бедствия статуи сняли на реставрацию. «Это можно назвать чудом, невероятным стечением обстоятельств. Думаю, мы оказались там в нужное время». Скульптуры изображают апостолов и миссионеров. Каждая высотой три метра и весит около 150 килограммов. Они появились на соборе в середине 19-го столетия, когда был возведён 96-метровый шпиль. В тушении Нотр-Дама было задействовано более 400 пожарных. Они работали всю ночь и смогли полностью обуздать пламя только через 14 часов. Позже с фасада собора сняли уцелевшую статую. Операция продолжалась несколько часов. Скульптуру вернут после реконструкции кровли. Между тем, реликвии, которые удалось вынести из собора во время пожара, временно переместили в Лувр. Среди них часть тернового венца, который, как считается, был на голове Христа, а также туника святого Людвига, датируемая XIII веком. В своём телевизионном обращении президент Франции Эммануэль Макром сказал, что собор планируют восстановить за пять лет. Сбор средств начался. Французские бизнесмены и международные компании уже выделили на реконструкцию более 700 миллионов евро. Среди них – Лореаль, Винчи и Эппл. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова